Вот мы находимся на великом карьере. Это новая тема, да? Сразу озвучь, пожалуйста. Значит, это еще один вид бизнеса, который можно делать в Латгалии. И, кстати, не только в Латгалии у нас, да? Везде по всей Латвии, но мы берем просто как пример этот латгальский карьер, на котором есть хороший песок, потому что Латгалия вроде вся на песке, но это не так. Хороший песок, он встречается не так часто, как Бог накидал такими, как бы, жменьями по всей земле. И вроде она песок, но это не тот песок, который строительный. И вот эти жменья, например, здесь есть такая жмень, здесь общая площадь была где-то полтора миллиона кубов, часть уже выбрана. Часть засертифицирована, сейчас на 25 лет лицензия получена на 350 кубов песка, хорошего, такого, почти мытого, как бы, по всем грануляциям, который идет и в дорожную тему, дороги строят, и в бетонные. И также есть гравия, там, порядка под 50 тысяч кубов, которые можно использовать в дорожном строении, в бетонировании. И, как бы, вот такая цена примерно сегодня песка 5 евро. Вот сейчас, если посмотрите, вот в Грузии, да, 5 евро тонна. И гравий, 8, 9. Тонна или кубический метр? Ну, мы в розницу продаем по тоннам 5 евро, а оптовикам это кубы идут, потому что мы, как бы, там, играем по цене, потому что в кубах легче посчитать, да, в тоннах надо весы устанавливать на ковсе, еще что-то, но вот сейчас он просто, как у меня, в тоннах мерить, потому что он знает грузоподъемность своего грузовика, сейчас он загрузит примерно порядка 10 тонн и уедет. Понятно. Это, 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 как бы, вариант получения дохода, да? То есть покупаешь... Постоянный денежный поток у вас. Да. И не только летом, сезон, но и зимой тоже. Ну, сезон строительства дорог начинается с апреля месяца и заканчивается до первых морозов. Понятно. Зимой кто-то берет песок или он стоит? Зимой берут песок, кто строит, кто не успел закончить проект, скажем, в срок. Им, они вынуждены работать зимой. Понятно. То есть значительно меньше объемы, да? Зависит от того, какой снег тут подъехать, это все выкопать или это не имеет значения тут. На самом деле для них важно еще подъезд к их объекту. Скажем, если у них плохой подъезд, грунтовая дорога, которая разбивается очень быстро, то морозы им играют главную роль. Если дорога застыла, то большая машина может проехать. Они могут за это время успеть привести себя сколько им необходимых песка. Там до 10 тысяч кубов. Могут навести и потом с них уже строить дорогу. Золотой песок, это такой пылеватый. Это называется в народе могильник, потому что он, ну, как на море, как мука. Хороший песок, он состоит из на ощупь очень маленьких камушков. Это хороший песок, потому что огнем хороший коэффициент фильтрации. Быстро фильтрует воду, вода уходит и дорога сухая. Дим, скажи, у нас вот это разрабатываемый карьер. А есть упакованный? То есть типа вот он новенький, берем лицензия и на разработку. Есть новенькие карьеры, которые мы не особо рекламируем. Почему? Потому что если нету больших строек, лучше его не открывать. Потому что если открыть, начинают немножко подворовывать, да? А приезжают зеленые штрафы, штрафы большие. Поэтому иногда проще карьер не вскрытой, закрытой, перерытая дорога. Болуны стоят, чтобы не так видно просто было, чтобы на него никто не мог заехать. И такого образа есть карьеры. Если ты готов бизнес делать, ставить, как вы видели, дом там, постоянно кто-то должен жить, постоянно охранять, постоянно. Потому что камеры не всегда помогают. Камеру можно отключить и на этот момент в день можно вывести тысячу кубов. То есть, конечно, это бизнес, которым надо управлять? Да, управлять. Это тебе не так, как ты лес посадил и уехал, да? Именно надо заниматься этим. Поэтому, если хочешь заниматься, хочешь зарабатывать, ну, приезжай и зарабатывай. Ну, надо бы здесь на месте. Да, понятно. Это доходность, она здесь хорошая. Не буду говорить, какая она. Но реально можно жить и не пружить, можно сказать. Влад Гарри, кто-то плачет, но занимайся, работай, строй. Главное не пить. Да. Понятно. Вот этот, так называемый, песок с хорошим коэффициентом фильтрации. То есть, в этом, скорее всего, он близок к нулю. Тут пыли практически нету. Если привезти его в лабораторию, то не скажут, что он мытый. Хотя, по факту, я его взял вот. То есть, это хорошего, высокого качества песок, дорогой, да? Да. Который используется куда? Его используются, они используются в дорогах. В строительстве дорог? Да, в строительстве дорог, потому что есть спецификация, и инспектора это все проверяют. Если, скажем, положить на дорогу могильник, то заставят потом этот могильник выбрать, привезти хороший песок. Ну, продолжаем, подписчики. Это же вы видите, у вас специалисты высокого класса. Илья, он учится на геолога в Латвийском университете. Поэтому расскажет вам очень подробно, какой песок, какого качества, какой гравий и так далее и тому подобное. Не сомневайтесь, купите то, о чем договорились. Представляете, 10 лет копали-копали песок, гравий даже с камушкой не встречали. Позвали мы еще ранней весной батюшку сюда. Там два таких пня. Поставил он паникодила, паникодила. Осветил этот карьер. И, что вы думаете, через месяц у нас гравий пошел. Такого, который здесь вообще в округе 50 километров радиуса. Здесь нету такого гравия. Ни камней, ничего. Поэтому эта вся гора, она в гравии. Но ты поясни, особенно тем, кто ничего не понимает. Что, гравий так круто, лучше, чем песок? Ну, для этого региона очень круто, потому что это, можно сказать, гранит, да? Который используется в бетонировании, в асфальтных заводах, в строительстве дорог. Это очень хорошая тема. Илья, как геолог, он больше может рассказать. Илья? Так, ну, с гравией его главный плюс, что он дороже песка. А сколько? Если, скажем, песок стоит куб 5 евро, то гравий можно продавать от 7 и выше. Ну, и, соответственно, он весит тоже больше. Если в тоннах мы измеряем. Второй плюс гравия, это что из него можно сделать готовые фракции для дорог, когда идут свои. И делается это так, что берется определенное количество гравия, песка, глины. Все смешивается в определенных пропорциях. И дальше это продается. Уже тут цены начинаются от 10-12 евро за куб фракции. То есть надо смешивать. Самый большой бизнес получается по смешиванию, да? Да, это самое прибыльное. Но для этого требуются также инвестиции. Нужна дробилка, чтобы его дробить под определенный диаметр. Нужна сеялка, чтобы рассеивать. Сколько это в деньгах? Ну, если мы смотрим на БУ дробилку и сеялку, то это от 100 тысяч евро. Если новая? Если новая, то одна дробилка от 300 тысяч. Ну и, соответственно, сеялка тоже в районе 150. Моличь полмиллиона. Да. Спасибо. Что это за домик? Там постоянно сотрудник типа сидит, да? Находится, чтобы не воровали. Да. Там работает камера. Сотрудник сидит в этом домике. Ведет счет. Машин, которые приезжают и грузятся. Машин, которые приезжают и выезжают. Дальше уже сверяемся с теми, кто вывез. Если возникают споры, то есть камера, есть доказательства. Дальше уже сверяемся с теми, кто вывез.